Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам расскажу, как снимается проект Холостяк. А расскажу с самого начала. Выбери за Холостяка. А начинается, как всегда, с кастинга. Кастинг происходит по адресу Шевцова 1, телеканал СТБ. Кстати, там происходил кастинг и проекта Киев днем и ночью, хотя показывали его на новом канале. Посмотрите мое участие в проекте Киев днем и ночью и кастинг именно этого проекта. Становимся и начинаем приседать. А мы возвращаемся к Холостяку. Для того, чтобы тебя выбрали в проект, нужно соблюдать некоторые правила. Во-первых, нужно быть молодой и красивой. Я, к сожалению, уже не подхожу, но если вы меня поддержите в комментариях, я буду вам очень благодарна, мне это нужно. Второе, нужно очень красиво одеться, нарядиться, накрутиться, прийти в платьички, одеть каблуки и прийти на кастинг. И третье, нужна очень интересная история. Проходили по кастингу в прошлых проектах девочки, у которых была не просто интересная история, а и драматическая. Например, она встречалась с мужчиной, она его очень сильно любила, а он оказался брачным аферистом, набрал на нее кредитов и умотал с деньгами. Но даже соблюдая все эти пункты, не значит, что вас выберут. Потому что у кастинг-менеджеров, а именно у психологов, которые работают кастинг-менеджерами, есть список приблизительных типажей, которых нужно отобрать. Нужна такая-то, всякая-то, стерва, золушка, там еще какая-то. И этот список действительно существует. Даже участница первого холостяка, Саша Шульгина, которая победила в первом холостяке, нашла у кастинг-менеджера в этот список. Шульгина Александра. И кто она? Сучка. Я тоже пыталась попасть в этот проект. Я даже участвовала не в обычном кастинге, а в интернет-кастинге. И отправляла свое произведение Мара. Посмотрите его. Почему именно его? Потому что на самом деле победительница холостяка ничего не получает. Получает все бонусы от жизни та девушка, которая заняла второе место. Следовательно, та, которую отверг холостяк. Ее любит народ, ее обожают зрительницы, она достигает карьерного успеха, она получает все, за чем пришла. Ну, кроме мужчины. Мне вообще прикалывает, как на проекте холостяк или на постшоу «Как выйти замуж» вычитывают девушек за то, что они пришли не за любовью, не за холостяком, а за славой. Пшшш! А зачем еще здесь можно прийти? Если реклама кастинга звучит так, приходите на холостяк, станете такой, как Яна Соломко, известный. Приходите на холостяк, станете как Роза Альна Мрит или ведущая. И, конечно же, они приходят за славой. Половина девушек это или телеведущие, или блогерши.